...защитился, еще ничего не делал, просто что есть возможность уйти с линии укола, нанесения удара. Принял, осел и дал точку. Так, ну, этот переработал. В чем переработал? Он провернул то, что вы не заметили. Вы не заметили. Я сейчас вместо тебя буду говорить. Значит, смотрите, я принял, видите, принял. Я хочу что-то сделать. Вот я ему сейчас, крутящий момент, а он меня обходит. Вот он меня обошел, опять обошел, опять обошел, но я взял его. Но я взял. Вот незаметно, работа пошла обоюдная. И он, и я. Кто? Я просто комментировал возможный переход вот центра, центра тяжести через площадь опоры. Вот еще раз я принял, куда? Вот я его сюда, он меня сюда куда-то. Я вышел, вот он упал. Вот наша работа с ним состоит в том, что он составляет систему и я. И вот эти две системы вливаются в какую-то третью систему. И вот они начинают работать. В чем? Где будет у нас выход? И мы смотрим не на жесткости, а на той самой смазке, чтобы вот эти вот самые механизмы работали. Нам необходима смазка. Если в крестовении не будет смазки, что будет? Тренирует. Да какое тренирует поломается? Не соосно. Поэтому смазка должна быть. И мы с вами ее должны дать. Но не вот такое состояние, которое приведет к тому, что он перегрев и потеря всякой работоспособности через полторы минуты. Еще, пожалуйста. Смотрите, есть удар. К примеру. А я только раз встретил и помог ему. Не то бычье напряжение, которое приведет механизм к порче, а вот именно к той воздушной вот такой возможности текучести выполнить данное мероприятие, уйти с этого состояния трения, перегрева и повреждения. Еще, пожалуйста. Вот раз я защитился. Мне не нужно жесткой встречи. Мне надо обязательно свободного решения и движения моей мысли, идеи. Идея моя какая? В чем она заключается? Она состоит в том, чтобы вот этого выполнить, в ситуацию, в какую я попал. Проблема возникла в моих действиях, но я ничего не могу. Я увидел цель, я начинаю решать эту задачу. А в каком варианте? Вот тут у меня проявляются идеи, мираж. Я уже начинаю выстраивать какую-то сказку себе и начинаю ее исполнять. Это условия, или вернее устройства и какие-то способы. На два момента разделились. Устройства и способы. И дальше я перехожу на следующую картину. Это как сама конструкция и методы. И тогда я выполняю. Еще раз. Медленно. Только очень медленно. И вот я принял. Раз. Я разложил на сосны. Медленнее, медленнее, чтобы я успел говорить. Вот я принял. Раз. И я ввожу только руку через свою рамку. Я никуда не... Тише, 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 тише. Нет. Вот я на свою рамку. А теперь, видите, рука выбрала положение. Когда я встал на уровне класса, я начинаю скользить бедрами. Видно? И начинаю добавлять туда, куда мне будет удобно. То есть после рук у меня начинает вот это самое устройство, способы, конструкция и метод. Выливаются уже в рабочий цикл. Но через мою идею, вот я нарисовал ее, я хочу жить. Но в ситуации, из ситуации я выхожу в проблему, через проблему цель, задача и начинаю идею рисовать. Я не знаю, какие движения будут. Нельзя сказать только так или иначе. А я начинаю работать. И ежесекундная работа, еще так же медленно. Значит, я встретил. Смотрите, видите, как у меня бедра. Бедра работают. Я свободно руку. И вот я обеспечиваю, смотрите, как я обеспечиваю. Вот если мы посмотрим на верхнюю картинку, мартийский крест. Кто из вас знает? Вы знаете, что такое мальтийский крест? Забыл. Забыл. На фото вверху, почитаете в деталях машин, что такое мальтийский крест. А где он применяется? Забыл. Молоко пьете? Патроны заряженные когда-нибудь видели? Газаторы, знаете, в кино смотрели? А кадры через сколько когда? То есть позволял за счет вращения обеспечивать стояние перед чем-то как-то в какой-то промежуток времени. Это наполнители, это прочего всего доброго. Это в каком еще средневековье. Было сделано, использовано. Еще, пожалуйста, я тоже самое показываю. Значит, я принял, и смотрите, в ногах, и он движется, а я почти стою. Но я продолжаю двигать его и отнимаю. Не та самая звериная сила, бычья сила, но природа нас наделила настолько и дала, что больше нет. А использовать тот момент, когда я говорил, что я взял себе больше конец, но захотелось мне больше взять. А я смог это обеспечить, а я смог его обеспечить, значит, я выиграл. А если бы я не поставил... Так, Игорек, иди сюда. Так, Игорек, иди сюда. Вот в данном случае я выиграл. И вот, а теперь убирай тот самый топор. Убирай тот топор. А я теперь могу работать. Я его возьму? Нет. Нет. Ну, товарищи, смотрите, вы ошибаетесь. Ошибаетесь. А я ставлю точку опоры, и через нее я выполню. Я потерял ее, но я нашел другую. Я создал ее. Я получил эту шанс. И вот то, что с потерей одного, я должен найти, я должен создать, я должен получить. И если у меня в жизни получается потеря чего-то, я, ребята, не оставлю так просто. Я составлю второй этап, второй, третий, десятый. Я выйду, но тот, кто потерял, он не найдет. Почему? Да потому, что он не привык строить. Он не может построить. И я почему говорю, куда обратиться? За физикой, ребята. Но кто забыл физику? Забыл законы Даламбера? В Аграншу? Ну, вы меня простите, далеко не уедешь. А сядешь на ту же самую глобу, и дальше не двинешься. Законы наши одни. Еще, пожалуйста. Вот Андрей, вот моя задача, вы видите. Я в бой не вступаю, но я использую его, я его боюсь. Мне невозможно с ним входить в бой, но я обязан выиграть. Во что бы то ни стало. А управлять им, управлять им врагом, я обязан. А вы на семинаре должны почувствовать свои пробелы, исключить их у себя в жизни. И встать человеком, тем, которым вы должны быть. Еще раз. А удар сильный, и я не могу его уминать, но я его забираю. То есть, возможности широкие. Использовать мы все обязаны. И наша сила в этом и состоит. Вопросы, какие есть. Я считаю, вот на этом показе, то, что я сейчас рассказал, вот в этом ключе, сейчас. Мы с вами посмотрим, как сегодня день пойдет, завтра и послезавтра. Я считаю, мы с вами, наверное, выработаем сегодняшний день в программе, как лучше будет закончить, как лучше будет его представить. Дадим возможность покушать, сходить решить вопросы. Согласуем план действий. Вот. И раньше закончим. Завтра, на завтра, сегодня вы переговорим и построим концепцию решения нашего семинара. Вопросы есть? Вопросы, спрашиваю, есть? Или физику пойдете учить? Я с вами не хочу разговаривать до тех пор, пока вы... Чтобы в руки передавать то, что надо. Готовы вы или нет? Ну, за час не буду чешать, например, физику. Так, а зачем тогда мы собираемся? Тогда просто сходить домой. Нечего-то носить. Что я буду время тогда тратить, когда вы не берете? Я спрашиваю еще раз. Сейчас мы тогда... Вот сейчас переговорим. Соберемся... Вот сейчас переговорим. Соберемся выработать. Завтра будут эти же вопросы. Сегодня я хочу, чтобы вы показали то, что вы имеете, то, что вы хотите, то, что у вас не получается. Вопросы спрашиваю опять. Не согласны? Согласны. Если есть какие-то предложения, давайте посмотрим, чтобы не было с моей стороны давления. Вопросы, какие у вас будут. Потому что я говорю, вы, товарищи, не берете. Вот почему. У меня так. Только я вышел, кричу, меня никто не слышит. Я даю, вы не берете. Так тоже ж нельзя. Я рассчитывал, что семинар есть семинар. Я принес макеты. Я принес плакаты. Я говорю о них, я говорю о них. Я говорю об этом, а вы смотрите на меня, а откуда ты взялся. Поэтому я ставлю то, что было мною решено до шести часов. Я решил пересмотреть. И дать возможность немножко с вашей позиции, с моего потенциала решить плодотворно. Согласны с этим, да? Согласны. Значит, сейчас мы с вами вопросы, я уже от вас принимаю. Мы всем, так сказать, своим количеством тренеров, специалистов рассматриваем его. Даем ответ, и мы расходимся на обед. Решаем вопрос, как нам быть, ставим вам задачу на завтра и послезавтрашний день. Если нет вопросов, значит, сюда. Какие будут у вас предложения? Я у тебя, у вас, у вас, у вас как будет. Значит, если у вас, да, у тебя обязательно, у вас будут, нет вопросов, не будет. Если нет, я оружие вам сдаю, тогда простите. Значит, на завтра, если что, буду вас просить. На завтра, спасибо. Добро. Большое вам спасибо, ребята. Так, на пистолет. На пистолет вам было понятно? Значит, вот именно, опять рычаг, тот же самый рычаг. Да, 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 да. Я, у вас, спасибо вам, ребята. Так, значит, какие вопросы? Я начинаю прямо так. Тоже у вас вопросы? Нет, у вас вопрос какой есть? Сюда выходи. Нет. У вас вопросы какой? Нет. Тоже нет. У тебя вопросы есть? Я бы хотел с инструктором поработать немножко, чтобы он все мои ошибки показал, мне изучить, и научил Малинчика. Вот такой вопрос. Сегодня мы с ним работали, а когда вопрос у вас возникнет, это мой первый курс. Ну, я говорю, первый день ознакомления. Я почему и показал, и почему я остановился на том, что, значит, ребята, я вот рою, а вы уходите стороной. Алексеевич, ну, надо немножечко подготовиться было бы, в юге помочь. Сколько дней вам надо было готовиться? Я, например, первый раз на этом семинаре, значит, я знаю, что это первый раз. Рисика, математика, кинематика здесь будет, да? Так, ну, дай кого-нибудь из курсантов. Кого-нибудь сразу, давай. Ну, давай. Я говорю, давай. И вот туда, в угол. Пойдем, я, шерпай. Так. Наверное, каждому. Давай, каждому. Давай, ребята. Берите, ребята. Давай, сейчас ты. Саша, где это? Вот это вот. Значит, когда по два человека остановите, помогайте. Беседы свои. Нельзя. Так. Следующее. Делайте только чисто теоретически. Они не поняли, наверное, вот руну. Как это интересно. Вчера это было все, вот время? Всегда было. И вчера это было, да? А телевизор? А, нет. До того не было. Ну, тогда было все для прибыли. А что, а это? Мы приведем и завтра. Но если они приехали вне плана, приехали они вчера. Мы же, чего не приехали в училище? Это вы с ним переговорите. Эти люди, они просто... Ну, вы отдавите, я что-то меня авторучка. Я понимаю. Ну, вы-то ему можете... Ну, скажите еще. У нас люди сейчас завтра пострадают. Ну, странные люди. Странные. Они, они, они вчера приедут. Они вчера. Они могли бы... Ну, скажи, пожалуйста, им, если они только... Вот, ну, ты слышал сегодня? Да, конечно. Не, ну, мне это бесконечно интересно. Я ничего не понимаю, но мне это так и интересно. Это все. Нет, я знаю. Завтра все это тоже висит. Ну, мы все принесем. Если только собрались решить вопрос, это будет, конечно, хорошо. Мы повторим. А что принесем? Вы что-то его уберете куда-то? Нет, все это завтра. Завтра мы поставим. Все развеется? Вот, ради того, чтобы и тебе, и, может быть, телевидение, а люди, видно, да ты меня и жене, я скажу, что далекие они от той жизни, которую они представляют, они просто как бабочки порхают, и их только нахер, наверное, только, наверное, и то не пойдут они и туда. И еще сенсацию, что вставать деньги. Да. Понимаешь? Иллюзиями живут. Я считаю так. Если вот мы тут собрались, вот эти вот самые, вот эти вот дураки, которые здесь, как назвать можно, и меня в том числе, это те, которые, которые вот из ничего, мы ничего не имеем, и уже никуда. Вот он полковник, вот он полковник, вот тут ребята, которые принесли, чтобы, да, телевидение, где могло найти вот ту самую... Я вижу, это когда вы рассказывали, вы тут стояли, это вот, 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 значит, а что хочешь? Субтитры сделал, а потом работай. Это же новое, это уже фильм. Ну, все правильно. И мне, ну, что ты мне. Ну, пострадись немножко. И Сашину просто попреку. И Сашину, чтобы запомнить, винил, что он завтра. Ну, ничего, но я тебе просто говорю. И переговори, если они не зайдут, если они не зайдут до такой низости нашего состояния, они, может быть, тогда что-нибудь вынесут какую-то кроху. Не, ну, вы правильно поймете, он говорит, слушай, ну вот, 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 Тадыров-Красьяна. Я говорю, да это если, да, 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 да. А вот им нравится, вот это, вот это, вот это, вот это вот все. А вот, что это, я тогда начинаю понимать. Ну, сейчас, вот, да. А вот раскрыть? Нет, ну, вот посмотрел. Да. Ну, хоть немножечко, чуть-чуть. Ну, я, ну, я где-то ощущаю. Ну, я понимаю, поэтому и говорю. Если, значит, я не понимал, я к ненагогу отбелил, как я делаю в Москве, которые пришли. Пришел ради чего? Хрен его знает. Ну, что, хорошо. Я сегодня спрашиваю, что-то, ну, вот, я хочу. Ну, хотя, это не вредно. А для того, чтобы решить, надо что-то чего-то сделать. А ради того, что ты хочешь, чтобы он, говорит, вы не пришлите людей. Я ему прислал. Вот полковника. И вот эти вот, значит, ребята приехали туда к нему. Человек 20, наверное. А он взял, развернулся и ушел. А я обиделся на него. Я говорю, ну так, ребят, не покорми. Ребята за свои деньги, курсанты приехали. Вот. И ни то, ни другое, ни третье, ни десятое. И они своим ходом, как это самое, и мы песни в революте спели. А он, значит, приходит еще и переставит. Для фона музыку. Мы повторим. Если только ты, говорит, вот это самое сделаешь, мы для тебя всегда повторим. Ради того, что, может быть, ты сможешь поднять это на должный уровень, на своем уровне, это будет здорово. Вот с такой точки зрения мы можем сделать все. Ну, ты видишь, когда люди идут, вот ты медик, специалист, большой специалист, который специально работает, он со временем не посчитался. Пришел. Со временем. Вот эти у каждого дома же есть какие-нибудь, да, наверное, дома же, если что-то не свои работы. Ну, да, я что-то вижу. Но пришел. И когда мы вот это вот рассказали, так мы же взяли кропу на поверхности, то есть вот название учебника только сказали. А ведь за каждым учебником или за каждой обложкой есть какая-то толщина. И когда мы вот это рассказали, хотя бы просто в цвете чуть-чуть нарисовали, они говорят, что мы внутрь вошли, где никто не хочет. Они не понимают. Неужели ты не видишь, они не понимают. Они стоят, глазами хлопают, вот открывают, и на ушах пыль. А я думал, что они стесняются просто вообще. Тихо говорят, Андрей Иванович тоже тихо говорит. Я не тихо думаю, просто характер такой. Характер такой, точно. Ха-ха-ха, и вороти. Где там? Так вот, дорогой, или еще что-нибудь. Мы думаем, мы красиво вроде звучит, пытаемся сделать. А в сути, в содержании этого мы не понимаем. А в принципе, восточные, они под этим, думаю, с другого, этих класса, слика, вот там немного чужих. Это не означает, что они там так плохо, короче, потому что они работают. Вот это это не для нас. Мы по-другому немного думаем, а другие традиции играют. Потому что зачем используют, например, в бою, в боевых системах, в бою используются. Например, зачем? В Кулаке все тестики стоят. Почему ты не можешь эти же принципы использовать, это в огневой подготовке? Понимаешь? Та же стрельба маятинг, стрельба в перетяжении. Почему? Почему ты должен именно взять в Кулаке стоят? Используешь у тебя более экономично быстрее. Оружие, там, танк или уже ничего нет, уже подручные люди. То есть, как говорилось, выбрать оптимальный вариант. Оптимальный вариант – это стяжение своей задачи. Будьте ничего. И не ставить себя в какие-то рамки и того подобного. Никогда не бывает двух одинаковых противников. Его же силы, и внизу. Его же силы, он работает сам с тобой. Можно. Вот ощущение другого рычага. То есть, смотрите, руки вы держите, мои. Но вы меня не держите. Я же могу уходить сюда, сюда. И вот я делаю что-то на меня, смотрите. Никогда не смотрите на руки. Иначе вы упустите противника. Вот я использую его маленький рычаг. Он еще не знает, что происходит. Вот я руки поворачиваю. Раз, оп. Видите, где я его взял? Чуть поворачиваю. Так где угодно. Вот он в рычаг. Вот он в воде. Возьмем и здесь, когда будет и работа. Вот, примерно. Взять по счетку можно. Вот, если вы так его возьмете, то он здоров. А если вы после, за нас возьмете. Все. Он ноль. Потому что мы в воде здесь. Вот ощущение, хорошее? Хорошее. А вот это и есть задача. То же самое издал. А что интересно? Давайте сейчас. И вот, посмотрите, как он проявляет. Попробовали. Посмотрите, попробовали. При внешнем, это не упражнение. Потому что, ну зачем? Хватит, чтобы развиться. То есть, вот эти кувальтки и все. Посмотрение, которое он туда подходит. Понятно? И вот, и взгляд тоже, он на тебе плагает. Поработать как-то туда. Что-то непонятно там. Пошли, посмотрели там, подошли там. Ну к любому из вас. Мы-то сами чуть-чуть. Мы ничего. Все нормально. Ребята хорошо подходит. За три дня будут. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok